15-летний Чи Раффалт из английского города Изборн, графство Восточный Сусекс, уже больше двух лет вынужден придерживаться постельного режима из-за болезни, вызванной врошим волосом. Об этом сообщает издание Daily Mail. Когда мальчику было 13 лет, у него появился вроший волос на спине. Врачи порекомендовали ждать и регулярно приходить на прием. Однако через некоторое время у ребенка развился пилонидальный синус, небольшое отверстие в верхней части ягодицы у основания позвоночника. Если в него попадает инфекция, он превращается в болезненный абсцесс. Обычно подобное происходит с людьми, которые много времени проводят сидя. Доктора предположили, что причиной его появления стал вроший волос. Раффалду требовалась срочная операция, но в больнице его поставили в лист ожидания на 7 месяцев. После двух провальных операций рана выросла и достигла размеров в 7 сантиметров в длину и 5 в ширину. Мать мальчика, сорока трехлетняя Мишель, сообщила, что он страдает синдромом Эллерса, Данлоса, наследственное заболевание, при классической форме которого у людей легко ранимая кожа, поэтому его телу требуется больше времени на восстановление. Она отметила, что дырка в спине ребенка достигла такого размера, что туда спокойно поместился бы кулак. Раффалд каждый день страдает от боли и вынужден постоянно пить обезболивающие и антибиотики. Он уже находился на домашнем обучении, а теперь не может сидеть и вставать из постели. Семья мальчика пытается собрать 5000 фунтов. 399,8 тысячи рублей. Для чьи, чтобы ему провели операцию, удалили пораженную ткань и залечили рану. Мать Раффалда создала страницу на благотворительном сайте. Врачи сообщили матери, что ребенок может никогда не восстановиться. В октябре сообщалось, что жительница английского графства Вустершер слишком долго считала раковую опухоль бородавкой и не получала своевременного лечения. Хирургам пришлось удалить всю пораженную ткань. В итоге у женщины осталась большая дыра в пятке.